В Москве сегодня принимают госсекретаря США Джона Керри. Визит, организованный по инициативе американской стороны, утром начался с переговоров с главой российского МИДа. Разные проблемы, в центре внимания, конечно, борьба с терроризмом и ситуация в Сирии, обсуждали несколько часов. Еще перед началом консультаций Керри сказал, что рассчитывает на прогресс в отношениях с Москвой, тем самым дав понять, что приехал не с пустыми руками. Дмитрий Кочетков продолжит. Встреча Сергея Лаврова и Джона Керри в доме приемов МИДа на Спиридоновке продолжалась 2,5 часа. Практически все это время главы внешнеполитических ведомств России и США беседовали за закрытыми дверями. Журналисты смогли наблюдать лишь самое начало переговоров. Лавров и Керри пожимают друг другу руки и обмениваются приветствиями. За 7 месяцев, прошедших после последнего визита американского госсекретаря в Россию, многое изменилось. Начав контртеррористическую операцию в Сирии, Москва стала играть ключевую роль в урегулировании кризиса в этой стране. Но по сирийской проблеме между Россией и США сохраняются серьезные разногласия. И вряд ли их удастся сегодня полностью разрешить. Москва считает, что нельзя делить террористов на плохих и хороших. А сама борьба с терроризмом должна опираться на нормы международного права и решения Совбеза ООН. Наши президенты за последние месяцы несколько раз обсуждали проблемы, которые связаны с необходимостью более эффективной борьбы с терроризмом. И на этом пути сохраняются вопросы, которые необходимо нам сегодня рассмотреть в контексте дальнейшей работы международной группы поддержки Сирии в частности. Ну и, конечно, само сирийское урегулирование требует нашего постоянного внимания в русле тех задач, тех договоренностей, которые были достигнуты в Вене в ходе двух заседаний этой группы. И, безусловно, проблемы терроризма, они шире, чем просто сирийская проблематика. О днях закончилась международная встреча по Ливии, где ИГИЛ тоже пускает свои ростки. Разумеется, министры иностранных дел России и госсекретарь США не могли не затронуть ситуацию на Украине, реализацию минских договоренностей. Как подчеркнул Сергей Лавров, Соединенные Штаты могут содействовать урегулированию украинского кризиса, учитывая степень влияния Вашингтона на киевские власти. Джон Керри, в свою очередь, заявил, что его визит дает хорошую возможность добиться результата по разным направлениям. Прежде всего, это касается борьбы с террористическими группировками. Конечно, Россия и США согласны, что исламское государство является общей угрозой нашим странам и нациям. С ними невозможно вести переговоры, они являются террористами, которые покушаются на нашу культуру, историю, достоинство. И они не оставляют нам никакого выбора, кроме как бороться. Кроме того, как сказал президент Обама, в Нью-Йорке нет ничего важнее, чем достигнуть согласия по Украине и продвинуться по экономической повестке дня. Я надеюсь, что мы достигнем прогресса, ведь миру нужно, чтобы две державы смогли найти точки соприкосновения и договориться по данным вопросам. Госсекретарь завершил свое выступление по-русски. Визит в Москву освещают полторы сотни журналистов. Во время протокольной съемки щелчки затворов фотоаппаратов иногда заглушали выступление. Интересно, что в век новых технологий до сих пор не придумали ни такую шумную аппаратуру. Информации о результатах встречи пока нет. Если удастся сблизить позиции по сирийской проблеме, это даст возможность провести встречу в рамках международной группы поддержки Сирии в Нью-Йорке. До визита Керри Москва заявляла, что пока не видит смысла в проведении такой конференции. Дело в том, что до сих пор не готовы списки оппозиционных сил и террористических группировок. Нельзя исключать, что сегодня обсуждался инцидент с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими военными на территории Сирии. Турция — это союзник Америки. И, как заявлял ранее Лавров, для Москвы остаётся загадкой, почему информация о полётах нашей авиации, передаваемая Соединённым Штатом, не была учтена. Керри уже в третий раз приезжает в Россию. И всегда госсекретаря США принимал Владимир Путин. Так будет и сегодня. Керри и Лавров расскажут о своих переговорах президенту России. А в перерыве между встречами госсекретарь США прогулялся по городу. Американское посольство опубликовало в микроблоге Твиттер несколько фотографий. На них Керри общается с прохожими и выбирает подарок семье в магазинчике на Старом Арбате. Какой именно сувенир он приобрёл, в посольстве не сообщили. Дмитрий Кочетков, Ольга Меркулова, Денис Овчаров, Первый канал.